Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Неделю назад нашла переписку флирт с девушкой, до этого никогда не читала его переписки, но тут по нему было видно, что что-то не так, и я выгнал его. Месси были четыре года, и вот неделя прошла, я сцеплюсь, чтобы он признает, что я ему нужна, но вместо этого он лично написал, что я ему родной стал, и он готов помочь мне в моих делах, но не спрашивает, как дела, а не желает доброго утра, а той желал, да и встречи не предлагает. Что же делать мне, если он так холодно относится, значит, и правда прошла любовь? Возможно, и правда прошла любовь. Что вам делать, чтобы что, Анастасия? Чтобы что? Ну, какая цель? Смотрите, вы пишите, по нему было видно, что что-то не так, и я его выгнал. Вот здесь не совсем, я бы сказал, понятна хронология. Вот, хронология событий не совсем ясна. То есть вы нашли переписку до того, как заметили, что с ним что-то не так, и выгнали, или вы нашли после. Если выстраивать хронологию в таком порядке, что вы нашли переписку, потом увидели, что с ним что-то не так, а потом выгнали его, то это все, в принципе, и в целом, как бы, ну, это ваши выборы, это ваш выбор, ваш выбор выгнать его, так, обратиться с, скажем так, с кризисной ситуацией, это ваш выбор, это ваш решение, и в целом, как мне кажется, вам за это решение, ну, как минимум, нужно отвечать. Вот. Дальше. Вы пишите о том, что ждете, что он напишет, что вы ему нужна. То есть вы, как бы, сомневаетесь, как будто бы в том, нужны ли вы ему. Это говорит о том, что вы, как минимум, сомневаетесь в своей ценности. Это говорит о том, что, как минимум, вы несколько в себе не уверены. Это, как минимум, говорит о том, что у вас есть определенного рода комплексы. И эти комплексы вам, как минимум, получается, что мешают. Мешают адекватно выстраивать отношения, мешают вести себя как-то, ну, естественно. Вот. И, соответственно, вносит некую, некую такую беспорядочную историю в... Взаимодействие с молодым человеком. Все это можно подкорректировать. Здесь важно увидеть только, что дело не в его... Ну, не во флирте дело. Дело не в том, что молодой человек флиртовал, что называется, с другой. А дело в том, что вы изначально в себе были не уверены. И изначально, изначально ситуация складывалась, ну, вот, можно сказать, что не слишком хорошо. В том смысле, что конфликт, конфликт, кризис возник в ваших отношениях. А проблематика переписок, это уже, что называется, следствие. И мне думается, что вам здесь имеет смысл обратить внимание в большей степени на свою позицию. То есть, какая моя позиция здесь? Чего хочу я? И хочу ли я чего-то? Вот. Как мне кажется, это очень принципиальный и важный момент. То есть, если сейчас вы в большей степени обращаетесь к своему молодому человеку и как бы, как бы, я подчеркиваю, как бы зависите от него, то вам для того, чтобы ситуация разрешилась максимально для вас хорошо и позитивно, желательно опираться на себя, желательно опираться на свою собственную позицию, на свои собственные, скажем так, чувства и так далее. А так получается, что вы пытаетесь решить вопрос, например, вопрос, ну, допустим, своей неуверенности в себе, вы пытаетесь решить этот вопрос за счет молодого человека. Вот. И, само собой, само собой, в этом вы проигрываете. Вот. Потому что... Это зависимость. Вы натурально становитесь зависимым, зависимым от человека. Ну, в этом смысле. Вот. Вот. Можно ли это исправить? Да. Конечно, это можно исправить, это нужно, это нужно исправлять. Потому что, вне зависимости от того, будете ли вы вместе в будущем или нет, на мой взгляд, вам желательно, как минимум, стремиться к тому, чтобы быть более в себе уверенной и не сомневаться в своих ценностях. А то ситуация складывается довольно-таки, я бы сказал, не лучшим образом. Когда вы, ну, вот, человека вроде бы как выгоняете, вот, вы вроде бы как человека выгоняете. А потом ждёте, что он вам напишет. То есть, вы это делаете... В каком ключе? Вы это делаете в ключе, чтобы он вам доказывал, чтобы он вам доказывал то, что вы ему нужны. Согласитесь, это несколько позиция такая. Не то чтобы прямо очень, ну, скажем так, странно, да? Эта позиция просто не является, что называется, естественной. То есть нельзя сказать, что в этой позиции вы являетесь самой собой. А можно сказать, что вы в этой позиции являетесь очень уязвимой. И вот мне кажется, что именно с тем, чтобы вы, ну, допустим, не чувствовали бы себя. Уязвимой. И нужно, как мне кажется, работать. Вот. Это можно сделать в процессе психотерапевтической работы. Это можно сделать. Но здесь очень важно понять, чего вы хотите. На самом деле, вот вы чего хотите. Вы сами чего хотите. Как вы сами относитесь к своему мужчине. К своему парню. Как вы его видите. Какое значение он для вас имеет. И так далее. Вот если, если с этим вы разберётесь, если с этим вы сможете разобраться, вот, то я думаю, что ситуация начнёт. Как вы хотите потихонечку выравниваться. Но именно что, именно что потихонечку. Не, не, не сразу. Вот. Это очень, очень важно. Понимать, да, и не тешить себя иллюзиями. Вот. Не тешить себя надеждами какими-то относительно того, как человек будет вас воспринимать. Понимаете, да? Вот. Вполне, вполне, вполне может быть такая история, что кризис в отношениях. Чувствуете не только вы, но и ваш партнёр. И вполне возможно, что в этом кризисе человек не хочет находиться больше. Вот. Такое, к сожалению, да. Возможно. Да. Неприятно, но, но возможно. Вот. Я думаю, поэтому как-то так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаёте. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Обращайтесь! Подписывайтесь! 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 Продолжение следует...